ой краса красиво сейчас затягивает свояка может кто-то еще из игроков выразить желание сегодня пообщаться в прямом эфире матч у нас в любом случае будет не коротким так явно до 7 побед московскую пирамиду встреча равных соперников сейчас сторож на средний лузи на середине проблема спрятать биток павел отыгрывается просто прелесть шар стоит кстати чужими чу к чужим его нельзя сыграть но радиона находит возможность забить свояка я бы сказал где-то на кураже весь турнир практически играет павел на середине матча с дмитрием осипенко дима показывал такой искрометный бильярд очень хорошо забивал 4 2 вел но радиона вытащил то встречу 5 4 а дальше три матча по 5 1 причем соперники какие были марк пляшко андрей клестов артем матвейчук ну павел всех их обыграл тут уже даже как анекдоты ходили что совсем недавно и выпускали на любительские турниры но конечно игрок ну никак не любительского уровня молодец сейчас родионов там хотя родионов как бы вполне способен выполнить такой удар но не сейчас свояка в принципе играл хотя полу загрошено было и свой свой вузе пол момент любой полумомент использует артур это 67 это 67 петлю сам себе поставил артур пивченко забил прошлый шар потому что чужой стал прямо в лузу естественно родионов его оставил на столе так Продолжение следует... 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 посмотрим сколько удастся сыграть шаров пока 2 взорвав позицию атакующую группу получил родионов артур впереди на турпале конечно переделать и партнер но уже не 4 1 а 4 2 один чужой 2 свой но 1 после 1 такой партии такой развитки боем с долгими долгими отыгрышами побыстрее поживее пошла игра бьет чужого промах свой вот скок в угол удар в стиле паши абсолютно легко уверенно гоняет буквально этот шар 6 4 достаточно важная партия 7 турниров победил на 7 турнирах победил павел родионов на пяти артур пивченко но как по мне серьезный результат в обоих сумасшедший слой в стиле родионов в этот же угол который несколько минут назад забил павел свояка теперь кладет арту на сегодняшний день звание абсолютного чемпиона украины такой такой удар можно где-то назвать случайным шаром в общем 6 6 в 3 партии уровня родионов и пивченко смотрим дальше поменял дом и забил шар свой 7 6 артур впереди артур чужой в угол 8 6 2 1 2 1 напомню 6 4 по ходу вёл родионов но в концовке партия сильнее пивченко 2 1 г充勸� бонус потому что мы можем , карту в разделе underscore о чем Russell г充ажда и о чем о чем и началась у нас четвертая партия пивченко чужой в угол в тот же угол играет еще один шар судя по звуку киксует и промахивается биток в центре стола и с чужого начинает павел родионов но что касается очень сильно хотел ярослав приехать на юбей несколько раз с ним общались будет он ездить будет ездить на все этапы с января месяца я думаю будет специальная специальное решение определенные нюансы будут разработаны могу сказать точно что на всех турнирах и бейс начиная с января месяца я думаю дарновецкий будет играть но ну пошел такой продолжается третья партия уже очень открытый бильярд после закрытой позиционной игры в первой партии будем играть до победы и 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 Свой в угол, точен, Павел. Новый ки Артура Пивченко. Если что-то знаешь, может профессиональный комментарий дашь? Нет, пока ничего не знаю про киев. Артур у нас любитель киева Ивана Ореванюка, Луцкого. А Павел Родионов любитель киева чужие забивать 7-5 в этой партии. Но это киев не Ивана Ореванюка, если еще не знаешь, тогда я, наверное, тебе расскажу. Это не Ивана Ореванюка. Артур взял на пробу, как он сказал, взял попробовать киев и мастера Евгения Пахилько. Он же не американец. Знаешь, кстати его? Женя Американцев, да, сидит здесь рядом, хороший мастер по ремонту. Ты знаешь, кстати его? Женя Американцев, да, сидит здесь рядом, хороший мастер по ремонту, также по разрисовкам. Если вообще кто из украинских бильярдистов вообще играл куда-либо цельным киевом из топовых игроков. Стас Тымчий. А, Стас Тымчий. Сегодня в машине ехали, обратил внимание, что у него... Ты обратил внимание, ясно. Россияне больше поклонники цельных киев, как они возят их, это, конечно... Беларусь и Женя Курта, по-моему, всю жизнь только цельниками киевиковскими играет. В случае, если биток вводится в игру из дома и не зацепил ни один шар вне дома, за этот удар налагается штраф. Все очень просто и детально. Понятно. Понятно. Ну, я тебе такой вопрос задам, ты так же, как и на всех других турах принимал участие в турнире, как оцениваешь свое выступление, как в этот раз в Юбе игралось. А я скажу, что Игорь установил рекорд 6 часов в матче с Нике Порцом. Это пока самый долгий матч на турнире в рамках Юбейкап. Да, действительно долго. Видимо, кладки не хватает, чтобы играть быстро. И причина в том, что я не рискую, а я играю до верного. И я знаю, что я по отыгрышу могу позиционно перекатать практически любого игрока. Отличный слой 7.7. И у нас еще одна красивая партия. Я знаю, что я по отыгрышу могу позиционно перекатать практически любого игрока. Отличный слой 7.7. И у нас еще одна красивая партия. Ну вот, кстати, цельный кий дает преимущество, лучше баланс, и если выбирать как бы между цельным и составным кием, то цельный кий будет все-таки лучше. И вот 8-7, и это 3-1. В этом клубе Платон в прошлом году разыгрывались хорошие суммы денег, интересные, и огромные бабки, да, разыгрывали? Да, к сожалению. А ты принимал участие в этом, в дилеже этого пирога или нет? Я принимал участие только на ставках, когда Паломарь играл с Родионовым, я ставил на одного из игроков. На того, кто проиграл в итоге, да? Нет, я при своих остался на самом деле. Ты поставил с одним на Родионова, с другим на Паломаря, да? По-разному, не скажу. Единственное, похоже, Артур так всецело захватил инициативу, и еще сейчас будет очередная, очень важная партия. Как любит говорить Сергей Петров, с которым мы не один час просидели у экранов мониторов, комментируя различные встречи, в кластер, в пирамиду Буфало. Сережа всегда говорит, любит считать, какая партия важная, какая не важная, у него целая система, целые математические расклады. Но в любом случае, плюс 3, плюс 1 это огромная разница. Тем более, 4-1 до 7 побед, пол дистанции пройдено. В общем, я думаю, Паше Родионову стоит приложить усилия для того, чтобы выиграть эту партию. Вы какой же сейчас свояк хороший. Может прокомментируешь с технической стороны этот удар? Бросковый шар, который играется в отскок. Чтобы его описать, это надо, что Паша сделал. Он дал обратный правый винт, немножко продлил удар акцентированно, и шар описал дугу. Ну, конечно, лучше увидеть, чем услышать, но тут мы видим недоброс с ВАК, с рутин. Шар скручивается, и этому может послужить два варианта. Либо Паша неправильно выставил резку, ну, то есть угол отскока, либо накрутился винт. Мы видим сейчас на середину, да, похоже, чужой так и проходит. Да, проходит. Из-за того, что новый стол. Паша сейчас, по-моему, просто на забитие сыграл, да, наверное, потому что тянулся? Ну, он не подготовился. Надо было подготовиться, сейчас у нас труднее немножко выкрутился. Судя по тому, да, с какой легкостью он забил этот шар. Такой куражистый удар, я бы сказал. Забил шар, и все, и дальше ничего нет. Сделал бы выход хороший, было бы тогда намного лучше. Качественно протягивает к себе. Решил не делать проводку, он попал слишком тонко. Он так не хотел сделать, он скорее хотел попасть чуть-чуть толще, оставить шар в зоне лузы где-то. В моем кием также играли тот же Артур Пивченко играл. Я ему давал ки, когда на Кубке мира у него были проблемы со своим кием. Он достаточно успешно им выступал. Сейчас задумываюсь поменять. Вот Вова Перкун поменял. Сейчас заметил у него новый ки. В 6 лет он играл, и сейчас он выставил его на продажу. Так что, если кто-то хочет, можете связываться с Владимиром. Очень импонирует то, что Артур быстро принимает решения, быстро подходит к столу, быстро забивает. Видно, что наработаны эти удары неоднократно. Чтобы такие удары, кратное повторение, единицу времени. Чтобы за какие-то полгода надо набить в течение 2-3 часов, их тренировать, тренировать. И чтобы так исполнять, как это делает сейчас Артур. Легко, свободно. Главное в этом свайке скорее увидеть угол, чем само исполнение. Потому что Артур желательно ставит тот шар, который будет соответствовать силе, постоянной одной вращения, обратное и нижний винт. Как раз силу нивелирует, и получается постоянно одна и та же сила удара. Сейчас будет чужой паутыгрышу на пробое. Ну, ничего страшного практически сейчас, за исключением. Нехороший выход делает Паша. Хотя, если он проходит, скорее всего, Паша бьет абриколь. Отсюда не видно. Да, делает абриколь. Оставляет в зоне лузы шар. В каких-то моментах сами долго целятся и думают. Подсаживаются иногда под тот темп, который у меня. Я могу и быстро играть. Я, к примеру, в коммерческие игры могу быстрее играть. Гораздо. Понимаю, чтобы выиграть больше денег, быстрее выиграть больше денег, да? Поэтому ты играешь быстро в коммерции. По-разному, Руслан. По-разному. Почему складывается впечатление, что при игре с сильным соперником ты психологически ломаешься? Согласен. Согласен, кстати, с задавшим этот вопрос с Андреем Баскобойником. У меня складывается такое же впечатление. На самом деле, сильный соперник, наоборот, подстегивает лучше сыграть. И безошибочно. Дело в том, что сильный соперник, он не дает игру. И все возможные варианты рассчитываются. А в процессе все равно, в процессе развития. Люди судят, немножко хотят чего-то такого услышать. Да, есть слабости, у каждой есть слабости. Я, кстати, не признаю в том, что я в каких-то вещах, в чем я еще не знаю. Спрашивают, по твоему мнению, лучшая пятерка тренеров Киева. Из тех, кого бы я отметил бы, это Дима Устинов. Он тренирует, собственно, потому что я его не видел. Нет, он сейчас не тренирует. Если тренирует, то очень редко. Это человек, который заслуживает уважения и по праву считается самым один из лучших тренеров. И еще некоторые игроки, которые Антон Кос, скорее всего. Да, но это все была школа Буффало, да, насколько я помню. Дима Устинов там какое-то время достаточно большое работал. Да, пока он не переехал в флейтайм-клуб. И потом это все закрылось. Дима, скорее всего, перестала быть интересна, потому что в игре разбирается отлично. Диму я отметил бы. Потом мне импонирует Вова Перкун как тренер. Как специалист в области игры. И как специ... Родионов с разбой оточен. Надо подумать. Последняя партия перед перерывом. И просто необходимо Паше ее выиграть. Двух дней уже просто нет. Ну, я бы сейчас больше никого не отмечу. Мне только два человека нравятся. Может быть, я сейчас вспомню еще кого-то в процессе. В городе Киеве. Я могу сказать по Украине, к которому я уважением отношусь. Давай. Мне импонирует тренер Ярослава Тарновецкого, Илья Сычюк. Он видит подходы, видит... А, еще я не назвал Юра Тарасюк, кстати. Юра Тарасюк, он понимает психологию. И наглядный результат это Максима Сычнюк, который выиграл сейчас Кубок Украины. И заслуга Юры в этом тоже. А по Украине, конечно же, два тренера Артура Пивченко. Это Дима и Денис. Это специалисты. Один в области техники, другой в области психологии. И то, что мы видим сейчас, это результаты Артура. Это то, что их заслуга тоже. Также лично не общался с Костей Сердюком, но полагаю, что тоже большой специалист. Воспитать такую школу, такие плоды. И как организатора уважаю. Я мало общался с ним, но не видно, даже находясь в Киеве, вижу, насколько человек отдается. И фанат также игры. Чувствую, ощущается свой человек, что фанат. Много-много тренеров есть, можно обсуждать. Так, на вскидку, кого помню, так назвал. У нас продолжается открытый, очень открытый бильярд. Шестая партия. Павел Родионов, три. Ския, дальше ошибка. И начинает Артур забивать. Чужой свой разыгрался. Разыгрался Пивченко. И пока, к сожалению, для интриги в этом матче, к сожалению, для него самого проиграл. Минимум две абсолютно равных партии Паша. Две подряд выиграл. Пятую и четвертую. То есть, со счетом 8-7 Артур, перед этим 8-6. То есть, три. Три равных партии все закончились в пользу Пивченко. И сейчас сложат большую серию, будет вообще тяжело. Паша, и перерыв может быть как нельзя кстати. У меня есть рекомендация, как выбрать себе тренера. Это, если это речь идет о городе Киеве, тут большой выбор тренеров. И у каждого взять по одному-двух уроков. И выбрать без обязательств взять, перейти ко всем тренерам, которым я сказал. Это отличные ребята все. И выбрать для себя того человека, который, прежде всего, может быть другом, которым хочется проводить время. И не только по каким-то, по человеческим качествам, по игровым. Также, чтобы было доверие. Поэтому такая рекомендация. Тренирует Сергей, да? Насколько я знаю, да, он тренирует. Он перестал играть, но в тренерстве нет. Он еще работает. Тем временем, у нас сейчас очень важный момент в матче. У Павла открытая позиция. 6-4 по шарамы. Я думаю, что нужно в подход забрать эту партию. Спокойно идти на перерыв. Ай-яй-яй. Не смог сейчас забить этот шар. Но уже несколько раз. Дважды вел. Кстати, Родионов 6-4. И проигрывал эти партии. А позиция располагает к проведению серии. То все похоже к тому, но все идет. Промах. Кстати, высокий класс игроков. Должен сказать, очень мало было в этом матче промахов. Таких, именно на легких шарах. Буквально, может, по два, по три с обеих сторон. А вот такие чужие заколачиваются. С удовольствием. 7-4. Я думаю, мы с тобой... Мы с тобой продолжим беседовать на отвлеченные темы. Наверное, уже после окончания. Наверное, уже после перерыва. Потому что... Сейчас 7-4. Один шар может закончить партию. Чужой в угол. Удар сложный. Уменьшил силы. На каком легком ударе сыграл Павел. Понимаю, что может и не забить он этот шар. И у нас очередная четвертая подряд концовка в последних шарах. Не удалось все-таки Родиону обойтись без этого. Выиграть в атаке. И сейчас придется еще поотыгрывать. И Паше нужно от него играть. Паша решил так сделать. И есть возможность... Если не приедет, будет шар. Нет, приехал, да? Да, нет, нет. Шарахал. Напоминаю, что мы играем до 7 побед. В 2 сессии. В первой сессии 6 партий. Сейчас у нас заканчивается первая половина матча. Чуть-чуть было, да? Сейчас Артур не заканул красный в угол. А Паша Точин это 8-5. Это 4-2. Сейчас есть возможность у Павла уже в начале партии забить свояка. На томке было неудобно. Саяк не совсем там был. Павла уже в начале партии. и чужой. Как оцениваешь шанс на сыгрывание этого сайта? 50. Я думаю, если Артура поставить 5 раз, то он 2 забьет. Если 10, то он 5 забьет. А если тебе поставить этот удар, сколько забьешь? Как ты оцениваешь? Ну, где-то 3, наверное. Такой удар 3 точно забьет. И вот сейчас мы видим у Павла Родионова, я думаю, теперь уже далеко не 50%, наверное, 80-90% шар, да? Уверенно, Паша забил. Еще одна важнейшая партия, снова важнейшая. Слишком большая разница между 4-3 и 5-2. Напомню, пока самый упорный матч у нас был по московской пирамиде. Первый тур 7-4. Артур обыграл Артема Моисеенко. Ну, а на втором туре не смог составить конкуренцию. Артуру Владволик проиграл с разгромным счетом 0-7. Владволик, который был открытием, безусловным открытием. Второго тура. На этом этапе Волик в 1-8 финала проиграл со счетом 3-5 Богдану Шугалею. У нас 10 шаров на столе. Это значит, что счет может быть 3-3, либо 4-2. Ну, сейчас мы выясним и сообщим вам точный счет в этой партии. Ошибка. Ошибка Павла Родиона. Он еще... Удар не закончен. Была возможность... Была возможность того, что биток добьет шар. Когда Артур играл из дома и выбивал шар и пытался достать похожий, кстати, шар, который стоял в той же лузе, согласно правилам. Вот при ударе с руки из дома нужно сначала... Первое касание должно быть шара обязательно, который находится вне дома. Родион обьет Абриколь промах. Ну, а в предыдущем ударе Артур изучал возможность забить этот шар, но там получилось так, что биток стал фактически вплотную к шару и сыграть его просто не было возможности. Ну вот, мы сейчас с Игорем немножко отвлеклись, смотрим. Уже есть опубликованный как международный календарь, так и есть в разработке национальный календарь. И, глядя в него, могу сказать, что, скорее всего, с очень большой степенью вероятности, я думаю, с вероятностью в 100%, пятый тур Кубка Украинской бильярдной ассоциации состоится с 20 по 24 января. С большой степенью вероятности это будет свободная пирамида. Честно говоря, мне лично очень сильно хотелось бы провести этап по кластеру, говорили мы об этом, уже говорили не раз, но объективные моменты пока не дают. Самая сильная мотивация, это когда человек делает упражнение какое-то, как у пулистов, как у сункиристов, и пока он не пройдет это упражнение, он не переходит на следующее. И это самая лучшая мотивация, лучше денег всяких. Ну, вот у тебя уже четвертый или пятый раз спрашивает, играл ли в каких-то юношеских турнирах Любомир Белый, куда он доходил. Ну, я подозреваю такой вопрос, вопрос с подколкой. Вопрос с подколкой, мы с Любомиром только два месяца занимаемся, каких можно о результатах говорить сейчас? Ну, я могу сказать, если говорить серьезно, я вот Любомира Белого вижу четыре месяца с сентября, на трех турах UBA он выступал, и на этом туре он показал уже реальную игру, то есть все первые два, в принципе, был такой, за счет еще начинающий игрок. Кстати, такой очень, такой любознательный, интересный малыш. Так что реально подрос сейчас в мастерстве Любомир Белый, и будем следить дальше за его творческим ростом. Честно говоря, я рад, что ты отказался от идеи бить его. Ну, я, насколько я знаю, уважительно отношусь к тренировкам Евгения Уварова. Дети у него тоже занимались физическими нагрузками, и за непослушание, скорее всего, отжимались, либо приседали, либо что-то еще делали. Кстати, недавнее открытие по поводу Паша, почему он пристает в момент удара. Не знаю, как один из вариантов привычка. Нет, дело не привычка. Если вы наблюдаете за игрой Паши, то обнаружите, что если бы он не вставал в момент удара, то он бы врезался в корпус, и тогда кий бы выходил неровно. Когда он делает длинный удар, он пристает. Пришли понимания по поводу стойки, и как людей выставлять, чтобы это было качественно, грамотно, и стабильно, главное. Если мы рассмотрим сейчас, как Артур стоит, то он стоит немножко, подвешивает кий, подвешивает локоть. У него кий, несмотря на то, что он сейчас бьет с борта, он немножко стоит в подвесе таком. И в момент удара у него кий потом проваливается. Как бы идет ровно. Сначала он идет по подбородку, когда вы посмотрите, но когда он будет бить сейчас любой другой шар, к примеру, сейчас Чужого будет бить в угол, то когда Артур целится, у него кий соприкасается с четырьмя точками, это левая рука, правая рука, подбородок и корпус, то в момент удара у него он опускает кий, как видите. Это был восьмой шар, который не дался пока Артуру. Такая достаточно быстрая пошла партия, атакующая. Буквально, по-моему, минут 10 она проходит, и уже 7-1 в пользу Артура. Но шанс сейчас есть у Паши. Прямо сейчас чужой в угол промах. Чужой в угол промах. И, наверное, будет заканчивать таки эту партию Артур Пивченко и сделать счет 5-3. Да, точен. Пивченко 5-3 спрашивает, помнишь ли ты, как Любомир проиграл в контре Паша Родионов со счетом 5-8 и матч 3-4. Помнишь ли ты эту встречу? Помню. Это, наверное, на первом этапе на каком-то было. Если вы видели, знаете, можете прислать ссылку на эту встречу. Отличный совет на эту встречу. Отличный совет такой забивает. Несмотря на то, что проигрывает в счете Родионов, как говорит специалист по изучению всякой математики бильярда Сергей Петраш, очень важно не дать выиграть шестую партию, ну, предпоследнюю партию, потому что психологическая нагрузка уже достаточно большая, когда сопернику всего лишь одну партию остается выиграть. Поэтому в формате до 7 побед 5,6 партий достаточно большая большая разница и очень важная партия теперь уже важнее она, в принципе, для Паши Родионова. Отличный сваяк в отскок. Отличный сваяк в отскок. Есть несколько вариантов в середину. Именно вот эти сваяки бешеные в отскок, после которых все разлетается и наигрывается шикарная позиция. Вот сейчас интересно, да, биток обошел все шары и ни одного не коснулся. Я так понимаю, что Павел так и хотел и выводил под сваяка в угол вниз, да, направо? Хотя нет. Я сам не хотел так сделать. Он хотел сделать так, чтобы вышел шар на середину, который слева остался. Ну да, скорее всего, да. Есть запасные варианты, Паша. Что? Да. Бухнул просто так от души сейчас Родионов. Ну, примерно весь матч он так провел с Артемом Матвейчуком. Забивал просто все. На сильных ударах. Там просто все гремело, разлеталось. Давай, у нас есть возможность посмотреть. И-6-1. В устро-атакующей манере тихий свой в угол тоже точен. В устро-атакующей манере идет матч. Пожалуй, только первая партия была посвящена Кеме отыгрыше. Дальше. Дальше атака, атака, атака. Очень зрелищный матч. 289 человек нас сейчас смотрят. Максимум был чуть более 300. Ну, вот уже отвернулся. Уже после... Сразу в момент удара понял Родионов, что немного не точно. Держится, держится Артур и чем больше будет тянуться эта игра в последнем шаре, чем выше шансы Артура таки спасти и эту партию. Напоминаю, смотрим мы финальный матч четвертого тура Кубка Украинской Бильярдной Ассоциации встречи до 7 побед Артур Пивченко Павел Родионов идет вторая сессия восьмая партия девятая партия после восьми Артур впереди 5-3 идет свой акка точен 8 турниров и финал объединенный одним рейтингом и могу сказать, что очень сильно игроки интересуются многие места в своем местном в рейтинге и тем, кто будет в топ-16 и следующий тур начнут с одной сразу со стадии плей-офф могу сказать, что у нас одно изменение по итогам этого тура будет в топ-16 выбывает Алексей Шукженко а заходит Богдан Шугалей полуфиналист нынешнего тура поднимается в рейтинге на 12-ю строчку ну и игроки которые сейчас у нас у стола Павел Родионов и Артур Пивченко Родионов 5-й Артур 1-й безусловно если Павел выиграет этот этап сможет обойти он Марко Плешко и выйти на вторую строчку второй шар в этой партии Павел Родионов забил сыграв свой к себе удар который неизменно получает одобрение зрителей Московской пирамиды сэка через стол несложный но точно выполненный удар Павел 3-1 пытался пригласить к нашему комментированию Владимира Перкуна но к сожалению для зрителей занят сейчас Володя на соседнем спинальном столе ведет он тренировку ух какой шар сейчас забивает Родионов Продолжение следует... А вот ошибка. Ошибка, мы видим у Артура. Такие равные моменты. Том сейчас переменился ветер все-таки в пользу Паши, но как же не сбивай. Несмотря на то, что тянулся и очень неудобно было играть этот шар. Ну, удалось. Удалось Павлу Родионову навязать борьбу. Был момент. После пяти партий, когда казалось, что окончательно переломил ход встречи, Артур Пивченко и нас ждет очередной разгромный финал. Но нет, все сделал. Все сделал Родионов, собрался и... И борьба. И борьба. Десятая партия. 4-2 по шарам. Впереди Павел Родионов. Я думаю, ближайшие минуты 10-15 будут определяющими для общего характера встречи. Забивает. Забивает Паша. 5-2. Ну, явно. Вот явно чувствуется, что поменялся, несколько переменился. Ветер и оставляет очевидный. В правый угол свой. На стиле игры Павла сумасшедшая кладка, но при этом отыгрываться умеет очень хорошо. Артур, мне кажется, сейчас слегка поплыл. Есть такое ощущение. Напряжение начинает давать о себе знать. До 7 побед. 5-5. Павел Родионов. Свояка от пирамиды. Все в хлам. Шар в лузе. 1-1. 1-1. Си. И еще один слой в тот же угол. И еще один шар. Теперь чужой. В 4-5 часа идет встреча со всеми перерывами. Этот шар не забивает сейчас Павел. 1-3. У Артура есть свой угол налево вниз от бортового. Есть свояк в середину налево. Глаза разбегаются. Большой выбор. Да, свояка в середину будет играть сейчас Пивченко. Но этот шар, да, по-другому оценит позицию Павел. Хотя долго думал он. И вот именно этот второй слева шар сейчас будет атаковать Артур. Нет, не забивает. Не забивает. Родионов оказался прав. Это финал. Финальный матч четвертого тура Кубка Украинской бильярдной ассоциации. Большой проект, состоящий из восьми туров предварительных и один финальный. Павел Родионов. Чужой под аплодисменты. Павел Родионов. Павел Родионов. Павел Родионов. Павел Родионов. Снимает шар, но очевидно не все удается сейчас и 6-2. И вот наконец-то. Наконец-то 8-4 вбивает шар буквально в лузу сейчас Родионов. Это 6-5. Разбой Родионова. Шар в лузу не падает. Ауту Артур забивает. Забивает Пивченко. Счет в партии открыт. Второй раз в матче. В роли догоняющего Артур. И перед этим уже. На этот раз уже перед самым финишем. Перед самым финишем этого финального матча. Один чужой. Второй. Второй раз в матча. Второй раз в матч. iert. Оtt… Тихо. То. Тихо. Продолжение следует... 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 о том, что свободная пирамида не годится. Но если мы говорим о профессиональном турнире, которым и является Украинская бильярдная ассоциация, Кубок Украинской бильярдной ассоциации, то не годится свободная пирамида. 10-15 лет назад был совсем другой уровень игроков, и могли тогда еще играть, но сейчас эта игра не отвечает никаким требованиям современных профессиональных игроков. И нужно менять ее на кластер. Это мое твердое мнение. Вопрос, насколько быстро и насколько легко пройдет это изменение. Паша бьет в угол. Молодец. Молодец, Павел Родионов. 6-6. Не хочет, никак не хочет контровую партию Павел. 6-6. 6-5 по партиям. 6-6 по шарам. 366 человек нас смотрят в прямом эфире на канале YouTube, на канале Украинской бильярдной ассоциации. Ссылки на все матчи, в сетке бильборд на сайтах Бильярд Ньюз Комью Алига, любители бильярда. Мы смотрим последние моменты встречи. Пивченко Родионов. 6-5 по партиям. Павел 6-6 по шарам. Артур Пивченко пытается уйти в контру. Павел Родионов, который по ходу проигрывал, проигрывал значительно, пытается уйти. Хороший, дельный, достаточно вопрос Максима Бекметова. Почему забылась свободная пирамида по правилам Буфлова? Не забылась. Не забылась, но на сегодняшний день мы оцениваем пирамиду Буфлова как промежуточная игра по пути превращения свободной пирамиды в кластер. Где-то так. И оцениваем сегодня, что конечный продукт это кластер, а пирамида по правилам Буфлова ох, какой же его чужого, какого чужого забивает Родионов. Пирамида по правилам Буфлова это все-таки, скажем так, полуфабрикат, игра на пути превращения свободной пирамиды в кластер. И можно провести этап по свободной пирамиде, а начиная с 1-8 финала провести... Начиная с 1-8 финала играть уже в кластер. Тоже, кстати, не для обдумывания. В ближайшие дни могу сказать точно, что в этом году примем решение. Очень важный удар. Артур бьет, забивает 7-7. Он, кстати, очень технично, очень технично сыграл Артур Пивченко. И сейчас ему необходимо просто выиграть этот розыгрыш в последнем шаре для того, чтобы перевести матч. Максимально непредсказуемо. Будет он играть страхуясь по отыгрышу или под железо будет класть. Бьет. Все-таки придержал руку. Не стал он сейчас вколачивать этот шар. Быть может, ошибся. Белый. Куда же он катится? Куда ты катишься, белый шар? И отходит от лузы. Отходит от лузы. Это на свой. Это на свой. Уже видим левый винт. Артур играет точно. Точно это 6-6. Ну, фантастический матч. Фантастическая развязка нас ждет. Но у нас напряжение с каждым ударом возрастает по всему полю. По-моему, да. По-моему, в этот коридорчик проходит сейчас биток. Налево. Павел бьет, забил. И смотри, сколько шаров сейчас на середину. Ну, начинали показывать снукер. Еще такая была эпоха. Только появлялось цветное телевидение. И часть зрителей смотрела еще по черно-белому. Часть по цветному. Была такая знаменитая шутка. Стив Дэвис бьет зеленый шар. Для тех, кто смотрит нас по черно-белому телевизору. Это тот, который рядом с синим. Который рядом с синим. Но так как может быть важно, что в этом матче Артур Пивченко выиграл три партии в последнем шаре. То есть все, которые были. И вот свой. Свой через всю поляну 4-0. Но Павел Родионов, кстати, игрок, который умеет выигрывать финалы. И на память приходит мне один проигранный финал Родионовым. Он на финале с ПБ Оупен с Крыжановским. Больше не помню, чтобы он проигрывал финалы. А чемпионат Европы ты не помнишь? Чемпионат Европы. Совершенно верно. Евгению Талову 2. Выиграл из крупных финалов. Он выиграл в Савиде у Володи Перкуна. Он выиграл Кремль у Коранеева. Такой был захватывающий матч. Помню, общались мы... А после этого это было? Да, после этого общались мы, помню, с Пашей. Он вел 5-1 Коранеев сравнял. В контре выиграл Родионов. Рассказывал потом. Говорит, 5-1, 5-5. 6-6 было? Нет, они, по-моему, 6-5 сыграли. Это комбинированная была пирамида. Потому что 6-6 не могло быть. Они сроду не играли на Кремле до 7 побед в комбинированных. Кто тебе даст? А, Паша Рам 6-6. Нет, да. И Паша говорит, 5-5. Коранеев, говорит, играет как бог. Все кладет. А я, говорит, сижу перед контрой. Понимаю, что если я сейчас проиграю, ни одна, говорит, сволочь в мире мне не поверит. Началась эта история на финале 2009 года. Коранеев, Дрангой. Один из самых скандальных матчей чемпионата. Щервис в истории бильярда. Вот напоминает еще, что Родионов проиграл финал Клистову на чемпионате Украины 2014 года. Да, я знаю, да. Сейчас вспоминаю. Андрей выиграл два раза уже чемпионат Украины. Первый раз как раз у Паши Родиона он выиграл. Да, он на полнее чемпионат мира выиграл. Юношеский, да, было дело. Да, но мы уже говорили по поводу юноши, что со следующего года у нас решила МКП все потасовать, чтобы веселее было, чтобы никому не было скучно. Пивченко хорошего сейчас СВК затягивает к себе 1-4. На следующий год поменяли все возрастные категории. Теперь у нас 13-16 и 17-21. И в обеих категориях будут чемпионаты мира. А, то есть Клистов может попасть в Северный? Да, конечно. У нас теперь будет в Украине такая убойная юниорская сборная. Андрей Крестов, Юрий Смирнов, Богдан Рыбалка. 97-го года. Да. Смирнов 98-го. Да, Рыбалка 97-го. Богдан Шугалей. Александр Истомин. Такое возвращение в детство будет называться эта программа. Либо снова юниоры. Контря на 77. Сложится, так пусть и будет. Ты прямо хочешь, чтобы это было интрига? Нет, я просто... Интрига. Я просто сейчас называется забиваю эфир. Артур сейчас, кстати, очень технично сыграл на легком ударе. Контролируя биток. Забил чужой. Ну, наверное, Свояк по отыгрыше налево будет. Ну, я не думаю, что у него все-таки был Свояк по отыгрыше. По-моему, был чистый отыгрыш. А, без намеков на забитие шара. Нормальный вариант, нормальный. На оттяжке. А так оно, похоже, в уголок, да, направо отдает сейчас Павел. Да, раздосадовым. Заметно раздосадовым этим ударом. Трудная позиция. Для тех, кто понимает, это трудная была позиция сейчас. Потому что непредсказуемая подборья. Ну, пишет, что было у нас более тысячи зрителей онлайн. Да не было такого. Я вас уверяю. На UBA пока не было. Будет, но пока не было. Совершенно точно. Ну, вот, совершенно верно. Отвечает мой коллега. 4-5, да. Добавлю на табло сейчас счет. 4-5. Обостряется борьба. Сейчас Паша немножко проще будет, чем Фрош. Нет, чуть-чуть. Не забрасывается, да? Ну, я не знаю. Здесь Павел может, во-первых, чужого попробовать. Чужого, трудные нарезки. Но сложно. Здесь просто уже ничего не будет. Просто уже будем считать в последних шарах. Поэтому все очень сложно. Но здесь и вот сколько может быть. Родионов. Такое ощущение, что Паша бил сейчас на 2 лузы. Да, так и было. Бил на 2 лузы, но в середину не попал много. В угол не попал меньше. У нас уже традиция среда, последняя среда. Каждого месяца, вечер и финалы Кубка Украинской Береги. Это одна ассоциация. И, наверное, одна из важных вещей. Об этом потом Павел Родионов. Чужой 6.4. Ну, а теперь скажу, что, наверное, одна из важных вещей, которую нам удалось сделать за эту осень. То, что создается система турниров. Именно система. Мы уже знаем. Каждый месяц. И это важно. И прямо сейчас записываются уже игроки на пятый тур. Отдохнут игроки с новыми силами в конце января на турнир. Спрашивают, какая дисциплина. Скорее свободная, чем московская. Пока скажу так, а чуть... Ой-ой-ой, промах. Это промах сейчас у Павла. Ну что, безнаказанно обойдется, либо нет? Свояка в середину направо замутит сейчас, Артур? Думаю, нет. Сидит и бьет. Бьет правый нижний. Бьет и почти забивает. Почти забивает. Ну что, будет играть Родионов? Спрашивают тебя в это время, обучаешь ли ты сейчас бильярду. Обучай. Ну конечно, да. Говорили мы сегодня об этом уже много. И о новых методиках, Игорь. Павел Родионов по старым методикам. Свояка в угол 7-4, человек с железными нервами. Паша. Мы, похоже, до 500 зрителей в онлайне не дойдем. У нас 474. 477. Дуплет по отыгрышу не забивает сейчас Родионов. А было бы, конечно, так и сложно завершить этот матч дуплетом. Но судьба дает другой шанс, другой сюжет в этом матче. Какой, пока мы еще, наверное, не знаем. А вот после этого дуплетом отдает свой АК в угол. Артур точен 7-5. Чуть-чуть позиция для Артур. Очень тонко попадает. Ну, очень тонко. Хотел, я так понимаю, чуть-чуть потолще, да, как ты считаешь? Конечно, конечно. Хотел, чтобы труднее было вот этот шар, который на той половине стоит. Сейчас, Паша, легкий отыгрыш. Да, вот еще Даник Гофт вопросит 7-7. Еще один фанат контры в последнем шаре. Паша отыгрывается. Хотел, я думаю, так идеально, да, поставить вообще третий шар к тем двум. Ну и там все нормально. Гофтва за победу Паши за счетом на 7-7. Паша матчбол. Паша матчбол. Но сейчас удар очень-очень сложный. Очень сложный удар. Я не знаю, решится он на него. Скорее, все-таки контролируя биток. Не в полную силу. Ну, под железо. Павел Родионов.